Приветствую вас и хотел бы сразу сказать, что я не назову вам конкретный возраст, с которого можно начинать отношения. Потому что, видите ли, для разных людей и для разных социальных групп людей, оптимальным является свой возраст. Также, возраст отличается в зависимости от того, где вы живете, чем вы занимаетесь, какая у вас деятельность и так далее, какая у вас ценность. Я вам стараюсь пояснить, о чем идет речь, когда я говорю подобные вещи. Дело в том, что если, например, у вас ценности такие, что вы хотите сперва построить, например, свою, допустим, карьеру, а если у вас такие ценности, что вы хотите сперва выстроить свою материальную базу и вы считаете, что именно это, то есть именно вот материальная база является самым главным. В отношениях, то, конечно, сперва вы можете, и для вас лучше будет, если вы сперва выстроите именно, сперва материальное свое благосостояние построить. И, соответственно, если речь идет о том, что для вас важнее чувства, для вас важнее эмоции, то, соответственно, тут уже в таком случае абсолютно любой, абсолютно любой возраст, любое время подойдет для того, чтобы вам выстраиваться отношения. То есть нет каких-то критериев четких к этому. Предположим, вы общаетесь с людьми, и вы однажды встречаете, вот, например, того самого человека, который является именно вашим. И вы в определенный момент времени просто-напросто будете решать, вступать с ним в отношениях или нет. Как бы давать ему то, что он, например, от вас хочет получить, да, и позволять себе, как бы, получить от него то, что вы хотите, или нет. И это вопрос, как и любой вопрос личных отношений. Каждый решает для себя самостоятельно. Каждый решает для себя этот вопрос, исходя из своих стукционных предпочтений. И поэтому, для начала, я бы рекомендовал вам определиться со своими ценностями, со своими приоритетами. И когда вы определитесь с приоритетами, я полагаю, что вам будет куда легче для себя ответить на вопрос, который вас волнует. Если же говорить о физиологии, то отношения лучше всего строить тогда и в тот период, когда вы являетесь уже относительно формировавшейся личностью, но при этом вы еще недостаточно как бы зрелый человек для того, чтобы вам было тяжело впускать свою жизнь к кого-либо еще. То есть это вот такой вот, если говорить именно о возрасте психологическом. А если говорить о значит, если говорить о возрасте физиологическом, то здесь, конечно, оптимально по достижению 18 лет, конечно, но происходит по-разному, ситуации бывают разными, когда люди влюбляются и не достигав 18 лет, и здесь очень важно, чтобы вы сами себя не загоняли в определенные рамки, потому что отможения очень не любят, когда их загоняют в какие-то рамки отможения, не нравится, когда это происходит, и всего того, что вы написали, я делаю вывод, такой вывод, что по какой-то причине, из-за чего-то вы себе не доверяете. и соответственно, я хотел бы, чтобы вы вот именно этот момент, момент, связанный с тем, почему вы себе не доверяете, с чем связано то, что вы себе не доверяете, для себя проработали, и для себя выяснили. Потому что подобное очень-очень-очень важно. Важно именно в первую очередь для вас, чтобы вы лучше понимали, что заставляет вас задавать такой вопрос нам, психологам. И чтобы было понятно, какая проблема движет вами при формировании данного вопроса. Вот. На этом, думаю, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду я помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.